В Государственном музее политической истории России в прекрасном белом зале дворцового особняка презентовала свою книгу «Память, ставшая судьбой», член Союза журналистов России, много лет проработавшая в Якутии в редакциях газет на радио и телевидении, заслуженный работник культуры Республики Саха, Якутия, отличник телевидения и радиовещания СССР, лауреат многих журналистских премий Валентина Васильевна Прибыткина. Книга поднимает целые пласты истории, которые связаны с трагическим XIX веком и связаны с трудной темой депортации народов, с периодом репрессий. Издание данной книги посвящено столетию образования Якутской АССР и столетию комсомола Якутской АССР. Автор книги рассказала о задумке создания своего замечательного детища. Книга рассказывает о семье и родословной Никифоровых Ивановых, знакомит судьбой дедов автора, один из которых за активное участие в Кронштадтском восстании был сослан в Сибирь, другой православный потомственный священник пострадал в годы репрессии. Я постаралась осветить историю судьбы моих двух дедов, один из них был православным священником, а другой участник Первой русской революции, Кронштадтского восстания. Жизнь нашей семьи связана и с Якутией, и с Санкт-Петербургом, с городом трех революций. И, конечно, многие-многие годы, проработанные мной, проведенные в Якутии, в журналистском труде, они всегда очень памятные и очень дороги. Прибыткина Никифорова Валентина Васильевна родилась 25 августа 1939 года в городе Якутске, Якутской АССР, в многодетной семье. Отец Никифоров Василий Пантелеймонович, инспектор-ревизор в Государственной торговой инспекции, мать Никифорова Ольга Петровна, заведующая Первым национальным детским садом в Якутске. Валентина закончила среднюю школу номер 26 в Якутске. Потом поступила в только что открывшийся Якутский государственный университет на историко-филологический факультет. Со школьных лет занималась спортивной гимнастикой в детской юношеской спортивной школе. Затем в студенческие годы в спортобществе «Спартак». Защитила первый спортивный разряд, затем стала кандидатом в мастера спорта. Являлась чемпионкой республики по спортивной гимнастике. В годы учебы в Якутском госуниверситете защищала спортивную честь республики в зональных соревнованиях по спортивной гимнастике в регионах Сибири и Дальнего Востока. Успешно закончила Якутский государственный университет. Получила специальность преподавателя русского языка и литературы. В годы учебы в университете была активным корреспондентом газет «Якутский университет. Молодежь Якутии». Потом работала в якутском филиале Сибирского отделения Академии наук СССР, в Институте космофизических исследований и аэрономии на должности лаборанта-референта. Пройдя творческий конкурс, принята в Комитет по телевидению и радиовещанию Совета министров Якутской АССР на должность редактора литературно-художественных передач студии телевидения. Затем назначена редактором редакции пропаганды якутского телевидения, заведующим отделом программы выпуска радио Госкомитета по телевидению и радио. После выросла до редактора ведущего информационно-аналитических программ радиовещания национальной вещательной компании САХА. Валентина Васильевна сейчас на заслуженном отдыхе. В национальной вещательной компании я проработала много лет, 42 года. И мне выпала честь быть в числе журналистов, которые начинали в первые годы работы на телевидении. Это было очень интересно, очень захватывающе. Мы осваивали новую технику и первые передачи делали на черно-белой пленке, которая еще проявлялась. Но тем не менее я благодарна телевидению и радиовещанию, что было много командировок. Я объездила почти всю республику. Это было очень интересно, знакомство с людьми. Почти все важные стройки, события освещались в телевизионных передачах. Трудбовое творчество, многие-многие цикловые передачи. И благодаря телевидению я вышла на авторскую программу, которая продолжалась несколько лет и была связана с поисковой работой в архивах, в сотрудничестве с Московским обществом памяти жертв политических репрессий и созданием в Якутии книг памяти, поскольку я была членом редакционной коллегии этой книги. Один из дедов Валентины Васильевны, Петр Иванов, был активным участником Кронштадтского восстания в июле 1906 года. Другой, Пантелеймон Никифоров, православный священник в третьем поколении в Якутии, пострадавший в годы гонения на церковь. Журналист Валентина Прибыткина в своей книге рассказывает также о том, как почти случайная встреча в 1989 году в коридоре якутского телевидения с группой бывших ссыльных с берегов Балтийского моря на берег Ледовитого океана, возвращавшихся из экспедиции в Булунский район, положила начало циклу авторских телепередач «Колокола памяти». Старшее поколение радиослушателей наверняка помнит, как в этих передачах и очерках Валентина Прибыткина рассказывала о судьбах насильственно депортированных в Якутию литовцев, финнов, корейцев, латышей и о переселенцах из Чуропчи, записывала документальные рассказы своих героев. В книгу также вошли результаты поисковых работ по местам захоронений общественно-политических деятелей Якутии, ставших жертвами репрессии. Валентине Прибыткиной вместе с московскими активистами удалось найти документы и воскресить из-за ввения их имена. В национальной вещательной кампании САХА в архиве сохранились ее передачи «Колокола памяти». В расстрельных списках группой поиска были найдены имена девяти якутян. И когда Бутовский полигон в 1994 году был открыт для посещений, мы приехали в Бутово с близкими и детьми якутян, которые много лет ничего не знали о трагических днях своих отцов. Над книгой вместе с мамой работал журналист Алла Кондратьева. На презентации она познакомила участников встречи с первыми откликами о книге, пришедшими от Марии Поликарповны Бояровой из поселка Тамтор Аймеконского района, от председателя общества Лаптевцы Ионаса Маркаускаса из Литвы, от сотрудников библиотеку Усть-Алданского Улуса с родины деда Валентины Васильевны. Своими впечатлениями о книге поделились приглашенные представители общественных организаций, якутского землячества, библиотек, историки, представители консульства и многие другие гости. Горячо и сердечно я приветствую и поздравляю Валентина Васильевна с презентацией данного многодневного, очень интересного труда. Именно ключевым словом на этом названии этой книги является слово «память». Валентина Васильевна проделала большую работу, проанализировав все материалы, доступные по этой теме. Лично для меня эта книга носит исторический характер. Я много узнал о такой нелегкой теме, но больше для себя подчеркнув в историческом плане о судьбах не только Валентины Васильевны и ее семьи, о судьбах людей, которые шли и жили рядом. В преддверии празднования столетия Якутской СССР я для себя много узнал и о политических деятелях, которых волею того времени репрессировали. Это политические деятели, которые стояли у истоков становления государственности нашей республики. Валентина Васильевна, я еще раз вас поздравляю. Это прекрасный исторический для молодежи очень поучительный труд, который, я уверен, войдет в историю книги и издания и войдет в хранилище многих библиотек и Санкт-Петербурга, и Республики Сакая-Якутия, и России в целом. Я уверен, что сегодняшняя встреча, сегодняшняя конференция будет очень информативной. Наша диаспора принимает активное участие. Вас еще раз благодарю за вашу активную жизненную общественную позицию и то участие, которое вы всегда принимаете в наших мероприятиях в активной жизни и постоянного представительства. Спасибо и всем интересного препровождения. В 2000 году жителям поселка Тиксис, в котором были дети репрессированных финнов, на королеве Крюлю было установлен 6-метровый деревянный крест всем безвильно погибшим в 1942 году ленинградским финам. По основанию креста положили пакетик с их родной ленинградской землей. Поиском ингредиентации, выдавив имен, мы с Валидиной и Басилиной продолжаем заниматься и поныне. И надеемся, что выйдет в ближайшее время в Якутске третий том «Колокола памяти». Потому что очень много их, то, что издано, это где-то процентов 30, процентов от имен, которые сослали на север. Поэтому эта работа продолжается, и это очень хорошо. Вот хотелось, что сказать. Значит, Валентина Васильевна, мы довольно уже дружим, знаем, значит, и интересуемся, как жизнь в современной якуте, как ее прошлом. И вот хотелось бы, Валентина Васильевна, пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, дальнейших творческих совершений и оптимизма. И хотелось бы поблагодарить за прекрасную и удивительную книгу, которую я прочитал от корки до корки, и учител букет. В библиотеке Ваши книги уже имеются. Значит, она уже пошла в жизнь, она уже пошла в свет. И говорят ей, что человек жив, пока жива память о нем. Я не имела еще возможности лично почитать Вашу книгу, обязательно воспользуюсь в случае, почитаю. Но хочу сказать, Вы уже увековечили память многих, многих людей, потому что книга в Российской национальной библиотеке будет храниться вечно. Спасибо Вам огромное за Ваш милый китут. Алла Владимировна, хочу поблагодарить за то, что пригласили меня. Да, и я думаю, не лишним было бы, может быть, такую же встречу с читателями устроить в самой Российской национальной библиотеке. Вам очень интересно, да. Всего доброго, здоровья Вам, многих сил и верхов, и все. Валентина Васильевна, я узнал вначале с книги «Спортивная юность». Она мастер спорта, спортивная, первый мастер спорта по спортивной гимназии. Я хочу сказать, в те времена, вот как раз в фильме, помните, «Кавказская кризиса». Вот она сидит, комсомолка, спортсменка, наконец просто красавица. Когда учился здесь, летом был на каникулах, и тогда смотрел по первой программе. Вот это первая программа, время. И как раз вот то ли литовшим, то ли латышным там интервью было. И дед сидит, это где-то под Покровском. Дед сидит и разговаривает корреспонденткой по-якутски. Она-то все это там, ее переводят там, его переводят, она потом не выдержала и говорит, «Вы же знаете русский язык, а почему вы по-русски со мной не разговариваете?» А он говорит, вот эти люди спасли нашу жизнь. Потому что все прекрасно знаете, помните, в 42-м году Якутии войны не было, но все, что было, вот даже с озера Караси, все отправляли для фронта. Я еще не считал эти книги, но, надеюсь, Валентина Васильевна отдали, и буду изучать эту историю, потому что мы все должны знать и потом передать нашим детям, внукам. Как работник физической культуры, спорта и здоровья, Валентина Васильевна, хочу пожелать здоровья, здоровья, и еще раз, здоровья, тогда же будет хорошо. Вам вместе, в чем будем работать, наше земля. Главное достоинство, я считаю, этой книги для всех, это в том, что она выполнила достойно наказ Михаила Борисовича Минькина, о чем она говорила в своем выступлении, и было показано в фотографиях, который говорил, что у нас одна задача донести память жертв политических, жертв сталинского режима не только до каждой семьи, кто пострадал, но и всего общества. Вот я считаю это самым главным достоинством этой книги. И действительно нельзя без волнения считать очень много интересного, касающегося того, что пережили репрессированные, которые были сосланы к нам в Якутии. И действительно, вот читаешь, и вот правильно там написано, Василий Крючевский сказал, что история – это фонарь, будущее, который сидит там из прошлого. «Движимые неподкупным чувством глубокой признательности духовному нашему отцу Пандеримону Васильевичу Никифорову за его ревностную службу в приходском храме и доброе, отзывчивое отношение к нам и нашим нуждам в доступной для нас форме хотим выразить перед ним свою благодарность». Еще они пишут, представляете, да, чтобы подарить крестик, они просят прошения епископа якутского и юридического Амерентия разрешить преподнести отцу Пандеримону Никифорову за собственные средства прихожан серебряный наперстный крест и приобрести в честь его ангела для Монского храма заклиностную икону святой Пандеримон. Наперстный крест – скромный дар прихожан морской церкви, пусть будет скромным у Батюшка памятью о благодавных детях, а икона святого великомученика Пандеримона нам утешение и воспоминание о лучшем человеке, так бескорыстно и ревностно, течение долгих лет работавшим на нашу духовную и материальную пользу. Уважаемая Валентина Василина, от имени правления Союза журналистов Якутии и всего журналистского сообщества республики горячо и искренне поздравляю вас с презентацией новой книги «Память, ставшая судьбой». Благодарим вас и вспоминаем добрыми словами. Ваше имя вписано золотыми буквами в историю Якутского радиа. Желаем вам, дорогая Валентина Васильевна, крепчайшего здоровья, семейного счастья, долголетия и благополучия. С глубоким уважением и добрыми пожеланиями председатель Союза журналистов республики Саха-Якутия Галина Бочкарёва. С самого начала, когда я познакомилась с текстом книги, я была, конечно, под большим впечатлением от личности самого автора, от того труда, который она проделала, издавая книгу, и от истории необыкновенной её семьи, от таких разных, но очень интересных родственников, дедов с обеих сторон. У нас есть и кое-что общее с Валентиной Васильевной. У меня отец священник, у неё дед священник. И, конечно, я была очень рада познакомиться с автором. Мы вели вместе работу, и это была плодотворная работа. То есть с Валентиной Васильевной очень приятно работать. Это человек очень трудоспособный, очень интересный, настоящий профессионал своего дела. То есть эта книга написана очень хорошим, живым языком. Поэтому стилистическая отправка, в общем-то, никакая не требовалась. И само дело Валентины Васильевны, вот издание передачи «Колокола памяти», я считаю, что это великое дело. Смелость Валентины Васильевны одной из первых. Создать такую передачу, настоящую память для тех людей, кто пострадал, она меня восхищает. Самое событие сегодня, если мы говорим, тоже я очень рада, что меня Валентина Васильевна пригласила. Действительно, прозвучало очень много слов. Это настоящая память для тех, кто пострадал. И, конечно, хотелось бы, чтобы подобных книг, подобных мероприятий было больше, чтобы эта память у нас не забывалась. Самое главное, что выходят такие книги, в которых сохраняется память человеческих судеб. И что очень приятно, это то, что в этой книге нашлось место памяти о литовцах, которые жили у моря Лаптевых. Я думаю, что это очень ценно для нас. Мы рады, что Валентина Васильевна связалась с нами в преддверии презентации, сообщила нам об этом значимом событии. И мы смогли разделить эту радость. Книга журналиста Валентины Прибыткиной «Память, ставшая судьбой» уже находится в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Литвы и родной Якутии. Планируется электронная версия книги. Благодаря таким энтузиастам, патриотам и истинным хранителям семейных ценностей, легендарному телерадиожурналисту, как Валентина Васильевна Прибыткина, история не исчезает в небытие. Валентина Васильевна подарила нынешнему поколению еще одну страницу истории своего народа. Сегодня вот такое событие, презентация книги. Я очень рада за замечательные отклики, благодарна своим коллегам за поздравления с выходом книги. И, конечно же, желаю всяческих успехов сегодняшним журналистам. И благодарю всех, кто долгие годы работал со мной рядом, оператором, журналистом, режиссером. Всех благ и успехов!